всем привет меня зовут юля и вы на канале о вязании сегодня я начинаю снимать влог выходного дня то есть на протяжении субботы и воскресенья буду вязать некоторые процессы о которых хочу поговорить в самом начале и потом уже покажу насколько я продвинулась сейчас перед вами находится мой свитер который я вязала из пряжи или зала на gold classic жемчужный оттенок и вот за эти два дня хочу его полностью оформить то есть как бы основа уже связано но есть некие моменты это конечно же спрятать кончики и здесь достаточно много но думаю с этим я справлюсь быстро и мне еще осталось довязать манжеты вы знаете что пряжи мне не хватило основного артикула поэтому я буду брать меринос которым довязывая горловину более подробно об этом рассказываю наверное недельном влоге в последнем и не вижу ничего страшного чтобы довязывать немного другим оттенком все-таки это изделие для меня и на фотографиях даже не будет этого заметно и так за эти два дня я хочу полностью оформить это изделие сделать для вас фотографии на красивом осеннем фоне пока он есть быстро как-то осень проходит именно красивая осень когда желтеют листья еще не опадают но вот у нас уже немного еще осталось поэтому времени мало чтобы их заснять успеть так смотрите как можно быстрее все это сделаю и еще есть задача постирать постирать конечно было бы очень здорово но у нас дождливая погода это все будет долго сохнуть на улице не хочу испортить изделие хоть вы пишете что это пряжа выдерживает все испытания все пытки но очень переживаю чтобы ничего не деформировалась так как я вижу из этой пряжи впервые такое большое плечевое изделие ну и конечно мне хочется красиво фотографии хочется носить такое изделие спасибо огромное за поддержку что вам тоже нравится вы пишете об этом и почему еще я хочу как можно скорее закончить чтобы начать вязать еще один только в зеленом цвете и буду снимать подробный мастер-класс как то так есть сомнения снимать видео или делать описание но наверное все таки это будет и видео и возможно даже описание я изначально где-то делаю расчеты то есть где-то записывал сколько петель набирала и в итоге не могу найти эти начальные расчеты поэтому буду вязать чистого листа 2 так что пожелайте мне удачи это первый процесс который я беру для съемки этого влога так поехали дальше дальше я хочу все-таки добить наконец-то вот эти носочки они вяжутся в рамках совместного проекта второй шанс пряжа но мне прям очень хочется чтобы вы их уже больше не видели много им времени много им видео посвящено то есть они участвуют часто мне это совсем не нравится все-таки это носки тот процесс который раз показал на второй уже показываешь готовую работа у меня как-то все очень медленно все очень долго снова же по той причине что сомневаюсь хватит ли пряжи но вчера когда я снимала отчет поэтому сп я уже сказала как буду довязать то есть видно что пряжи не хватает вот такой у меня совсем маленький моточек понятно что я вижу одинаково я не могу провязать этот моточек полностью он побольше а этот будет будет уменьшим по носку и я еще контролирую секции чтобы все было ровно вот вы видите видно по пагалинку здесь после пяточки чтобы все секции ровно ложились и носочки были одинаковыми поэтому никак по-другому есть конечно мысль но она отпадает что можно связать вот этот полностью моточек потом довязать этот и как-то между собой еще распределить на секции уже будут неравномерные поэтому эта идея отпадает сама собой и буду их вязать как вам и говорила вчера в отчете спасибо огромное что вы написали за зеленый цвет что он будет более удачно смотреться наверное я все-таки так и сделаю буду пускать зеленый цвет и держать кулачки сама за себя чтобы мне его хватило вот какая-то эпопея с этим носками и я понимаю насколько сложно вязать из остатка в носочной пряжи вот очень для меня показалось это сложно сделать так что наверное свяжу и буду отдыхать от и связаны остаточком носочной пряжи буду вязать носочки из целых мотков как будет и быстрее и спокойнее так это второй процесс который я беру в работу и третье всего будет три процесса и не хочу здесь горы наваливать процессов которые я возможно даже не успею и повязать так второй про третий процесс третий процесс тоже из сп второй шанс пряжи это джемпер который я вижу из кардигана держу для софии возраст 9 10 лет с спущенным плечом а точнее здесь реглан погон вот настолько я уже продвинулась вчера я показывала совсем немного в отчете а вот еще повязала день у меня вчерашний закончился не на съемке видео я вчера еще вязала и полностью связала нужен длину мне погона вот как-то так мне очень нравится как получается это будет имитация спущенного плеча ну и посмотрим с вами вместе как это будет сидеть уже в отчетах когда будет готовая работа потому что я так вижу впервые всегда когда я вязал реглан погон он у меня был четко по плечу есть косточка вот до нее и вязала для меня это 5 сантиметров на детской изделия это 4 сантиметра в среднем получается плюс минус здесь же удлиненная линия погона получается так вижу впервые как сядет для меня это тоже загадка поэтому если вам интересно следите буду показывать все как есть и если мне понравится вязать такой техники то обязательно поделюсь с вами когда сниму мастер-класс на этой изделии я не снимаю но есть идея из чего я могу связать второй может другим узором но с таким же плечом так кардиган уменьшается вот посмотрите совсем уже ничего то есть я не стала перематывать моточки не тратить свое время быстренько как-то срезала планку помним да что было закрытие иглой его просто нереально распустить чтобы сохранить пряжу просто нереально я отрезала своими ножницами очень быстренько они у острые очень повезло и уже с тела вижу джемпер переживаю что не хватит пряжи но надеюсь что все будет в порядке и не нужно будет до заказывать ну а если придется то ничего страшного закажу там несколько моточков два или три посмотрим что вот такая красота вся изум вся изюминка будет рукавах потому что по рукавам будут ромбы сейчас еще стою на распутье можно сказать нужно принять решение буду ли я рукава вывязывать строймы или же формировать с помощью прибавок более правильно мне кажется все строймы ну а как эксперимент можно вот здесь делать прибавки и формировать рукав то есть я еще над этим подумай ну а уже в конце этого влога выходного дня вы увидите какому итогу я пришла все дорогие друзья я отправляюсь вязать и думаю что порадую вас и фотографиями и хорошими продвижениями сегодня у нас уже воскресенье и я хочу показать вам свои продвижения какое сделала вывод что все таки когда ставишь перед собой задачи когда есть план на бумаге в голове неважно легче работать легче вязать и завершать процессы сейчас вы все поймете о чем я буду говорить но вначале на этих выходных у меня свершилась покупка давно не покупала для себя бобинную итальянскую пряжу и наконец-то решилась поэтому буду вам показывать ее не так много две бобинки перед вами но они шикарны они великолепны буду вязать для себя и уже жду не дождусь когда поделюсь с вами планами но о планах на ноябрь месяц мы поговорим уже в следующем видео и так я начну вот с этой пушистой бобинки я ее показывала вчера вскользь в instagram stories посмотрите она очень очень мягкая когда говорят как котенок вот я в этом случае тоже могу сказать также ниточка уэропьяна фиш софт 70 процентов меринос 30 процентов па можно вязать носочки но из такой нитки это кощунство как говорится 100 граммах 1200 метров вот честно вам признаюсь не люблю ниточки которые этом бобине 2 500 метров 100 граммах это для меня слишком здорово конечно когда магазин сматывает несколько сложений и как раз на этот магазин я оставлю вам ссылочку описании под видео где я заказывала нитку но мне повезло ниточку такого метража я могу и сама смотать несколько моточков заберет не так много времени ну а вообще в этом магазине вы можете написать что да вам нужно там размотать на конус или смотать несколько сложений вам это с удовольствием сделают это всегда ценится таких магазинах которые продают итальянскую бобину ниточку магазин находится в днепре это рядом возле меня поэтому здорово пряжа пришла очень и очень быстро что огромнейшее спасибо за магазин за пряжу ссылочку оставлю это не сотрудничество это от чистого сердца так здесь я уже не помню сколько 300 400 грамм но мне хватит на джемпер 46 48 размера возможно это будет лицевая гладь больше всего но вот прям хочу вязать уже когда буду видео снимать о планах более подробнее к вам расскажу и цвет светлый беж или овсянка как еще называют народе так и 2 бобинка здесь уже 400 если не ошибаюсь грамм сейчас открою чтобы вам все правильно назвать сказать чтобы не ошибиться так биаджоли модеста 30 процентов кашемир 70 процентов меринос 100 граммах 1500 метров я планирую вязать планирую вязать три ниточки и цвет табак и вообще мне очень очень он нравится он великолепно смотрится камера вам практически точно его передает у меня более такой глубокий оттенок получается вообще здорово возможно если ну нет нет не совсем но оттенок вообще и на камере красивый и у меня в руках метраж тоже классный буду взять три сложения наверное не больше даже могла бы вязать в 2 но я хочу все таки быстро получить результат и когда я буду вязать процесс из этой нитки то уже будут узоры не сложные не будут перегружать изделия поэтому что-то интересное придумаю буду для вас снимать мастер-класс так что вот такая покупка случилась мне на этих выходных очень рада давно не покупала бобин итальянскую пряжу поэтому моей радости нет предела еще раз огромное спасибо магазину что быстренько отправили и буквально за день она уже была у меня и я счастлива так что напомню ссылочку оставляю в описании под видео так поехали дальше что еще у меня случилось дальше только хорошие моменты моих выходных давайте начну с небольшой готовой работы только бы не ее найти вот такие носочки уже доступны к продаже моем магазине в инстаграме мне очень нравится как получилось вы знаете здесь целая эпопея я уже много времени их вижу никак не могла довести до логического завершения то не нравилось как начала потом поняла что пряжи не хватает второй раз начала вязать да и вижу я их в совместном проекте второй шанс пряжи и мне кажется вообще он классный этот проект и реально лучше получилось чем я изначально вязала так все таки решил опустить зеленый цвет видите да он практически не отличается от основную как основного от цвета которые пряжи секционного решения практически не отличается все здорово мне очень нравится и я решила все таки их выставить на продажу цена ниже не жаль я ставлю на носки которые связаны из новых моточка ну то есть не из остатков пряжи эта пряжа тоже новая не из остатка вот из цельных моточков ниже но мне не нравится поэтому почему бы нет почему не выставить возможно кто-то захочет вязать носки и эта цена устроит и совершится покупочка так вязала на тридцать восьмой размер сейчас скажу сколько ушло пряжа ну здесь уходит примерно 70 да я уже точно не помню когда взвешивала последний раз носочки так получается 63 грамма вот такая красота так что это первая готовая работа и если бы не влог выходного дня я не знаю насколько бы еще растянулся этот процесс но я понимала что уже нужно его заканчивать сколько можно показывать эти носки из видео из видео видео одно и то же и как бы носочный процесс это тот процесс который не раз показал на вторую это уже готовая работа то есть не должно это занимать слишком эфирного времени слишком вообще много времени на вязание таких процессов небольших поэтому очень рада и больше обещаю не затягивать надолго с такими маленькими процессами так что осенние носочки готовы сделала сегодня фотографии чему конечно очень и очень рада так первая готовая работа и вторая объемная большая готовая работа я наверно не буду снимать влог не не влог а видео о готовых работах потому что мне не понравились процессы точнее количество просмотров что-то я заговариваюсь количество просмотров под последние видео с готовыми работами это за сентябрь месяц вообще никак и я решила не тратить свое время тем более мне такой формат съемки и не нравится то есть я не люблю собирать все все процессы вспоминать как вязала сколько пряжи ушло находить где-то этикетки или информацию пряжи вообще-то мне не нравится так что покажу вам в этом видео для вас дорогие мои для вас и для этого влога я сегодня специально сделала фото фотографировалась я в этом джемпере свитере сфотографировалась моя дочка диана вообще и ей хорошо но только размер да большеват на оверсайз не тянет но такая модель подходит всем мне кажется и девочкам и девушкам и женщинам поэтому присмотритесь и на этот свитер и я буду собирать совместный проект поэтому если у вас есть желание пишите мне в инстаграм сразу хочу сказать что совместный проект платный потому что это много времени займет съемка я буду вязать еще один только зеленый изначально я хотела вязать укороченный но сегодня когда делала фотографии поняла что длина моя ну и смотрите фотографии конечно так здорово смотрится под джинсы особенно голубые этот цвет ну и не пожалела что все-таки не дозаказала моточек пряжи лизала на год классе кто не знает с какой пряжи вязала возможно в начале видео уже не помню что там субботу снимала эпизод и это пряжа лизала на год классик жемчужный цвет поэтому и свитер называется жемчужный хорошо что не заказала моток закончила вот такой бобинной ниточкой это стопроцентный меринос горловину довязала и покажу вам как связала манжетики вот так получается подняла петли выходит вот такая красота и конечно же здорово будет его постирать потому что пряжа распушиться и думаю что просветы заполнятся но и так неплохо и так неплохо все кончики спрятала все прям все молодец ну и конечно что сделал фотографии сначала хоть и хотела не делать не было времени но потом думаю если обещала то нужно это все делать великолепно смотрятся вот эти разрезы посмотрите они аккуратные все это будет совместном проекте все мы с вами свяжем один раппорт узора вместе это однозначно поэтому совместный проект и вязание этого джемпера подойдет свитера извините свитера подойдет и для начинающих вяжем снизу вверх сначала вяжем две как бы отдельные детали потом это все соединяем вяжем по кругу подрезы тоже мне нравится как получилось все аккуратненько я шила петля в петлю поэтому все здорово все великолепно смотрится вот так мне очень нравится выполнять подрезы особенно когда вяжется изделие снизу вверх все без проблем потому что можно сшить петля в петлю возможно даже я как-то даже не пробовал сейчас думаю всегда когда снимаю видео и разговариваю с вами у меня появляются мысли можно сшивать петля в петлю и регланом сверху вниз нужно будет попробовать вот хочу так так что вот такая красота и это вторая готовая работа не падать посмотрим сколько ушло пряжи мне самой интересно но скажу так что мне не хватило пяти мотков вот вообще это мои волосы извините так нужно все хорошо топтать и сейчас посмотрим получается 495 грамм то есть прям впритык но бы было много концов было много нитей потому что я определенно в определенном месте начинала вводить новый моток чтобы не было концов по телу чтобы не было концов тех местах где сложно будет на изнанке спрятать поэтому как-то так получается но вообще как бы должно было пяти мотков хватить почему так может быть у меня какой-то моточек был не полный я даже не знаю а может что именно за длины кончиков вот в этом может быть проблема что получается то что получается если будете вязать на размеры сорок шестой то пяти мотков вам где достаточно если на сорок восьмой и с небольшой свободы облигания то все-таки наверное 6 мотков нужно будет вам заказывать так это вторая готовая работа как я сказала и давайте сейчас посмотрим продвижение а третий процесс на выходные я заявляла джемпер для софии который тоже вижу совместном в рамках совместного проекта второй шанс пряжи я знаю что буду вязать еще и еще под когда я обращаюсь к запасам пряжи или там к остаткам я натыкаюсь на процессы которые не завершила не довела до логического завершения я понимаю что очень жалко пряжи вот прям очень жалко что она лежит и как бы ни туда ни сюда и обязательно буду продлевать а точнее я второй сезон организовывать этого совместного проекта так ну что по кардигану да видно что я продвигала и посмотрим что у меня здесь уже связано очень нравится как нам это пряжа смотрится путанка или двойной рис еще называется очень нравится нравится как на лана gold классик тоже здорово и есть некие идеи насчет кардигана я буду перевязывать все это буду говорить о планах на доябрь месяц видео обещает быть интересным ну и я говорила что уже в конце влога выходного дня вы увидите как же я решила оформить рукава или вязать с помощью прибавок по кругу изделия и тем самым формировать рукав или же уже вязать перед и спинку по отдельности отдельными частями и из кромочных тогда поднимать петли на руках но я решила все-таки выбрать первый вариант и с помощью прибавок формировать рукав вяжу по кругу это здорово я не знаю что получится первый раз так вижу а именно удлиненный реглан погон вот первый раз если получится удачно значит мы с вами свяжем еще такое изделие только уже по моему мастер-классу так уже увожу узор это ромб внутри которого снова жапутанка или двойной рис мне понравилось показал вам фотографию когда говорила что буду вязать в рамках сп поэтому не имеет смысла еще раз показывать буду продвигать хочу уже поскорее и софия хочет спрашивать когда там уже довяжу но вот рукавчик и дальше все пойдет быстренько главное прибавки делать и сформировать рукав прибавить нужное количество петель на руках меня смущает один момент снова же что не хватит пряжи вот видите столько немного осталось но два мотка я распустила рукава то есть на рукава у меня отдельно моточки лежат хватит ли этого на само тело и прибавки на рукава сомневаюсь придется дозаказать но я готова дозаказать там три четыре моточка главное чтобы изделие было связано потому что она она мне очень и очень нравится как получается вот так дорогие друзья я показала вам две готовые работы показала хорошее продвижение по детскому джемперу то что я вязала старалась вас порадовать продвижениями не так как себя как вас чтобы вам было интересно смотреть это видео если вам нравится такой формат тоже пишите я знаю что вам нравится вообще недельный влог ну и пишите нравится ли вам влог выходного дня чтобы я знала снимать ли на следующие выходные такое такое видео на этом буду с вами прощаться спасибо огромное что досмотрели это видео до конца ставьте лайк не забывайте об этом для меня это очень очень важно желаю вам побольше свободного времени на вязание и главное берегите себя всем пока а